А дискриминация, да? Конечно, он везде существует. Может быть, у меня в исторической родине тоже существует. Конечно, все будут предпочитать, допустим, афганцев, чем какого-то иностранца, да? Но я всегда старался, чтобы лично я был конкурентоспособным. Я всегда хотел показать, что я лучше. Я никогда не думал, почему он живет лучше, чем я. Нет. Я старался быть лучше, чем он. Я старался быть, как он. Я в 1984 году приехал на учебу, когда еще был Советский Союз в Республике Молдова. Шесть лет я учился в ВИЗ. Я закончил ветеринарный факультет. Еще тогда был институт сельскохозяйства. И так судьба сложилась. Женился после окончания четвертого курса на гражданах Республики Молдова. Я учился после окончания четвертого курса. Я думаю, что он будет в городской истории. Но я не могу. Я не могу. Но я не могу. Так, что начинаем? В бомбе или... В бомбе, в бомбе, в бомбе. В бомбе, в бомбе, в бомбе. Думаю, это все, что ли, в бомбе. Я делала нунта, на корнещ, по традиции молдовенещих. Но были вовсе вовсе, у меня были много студентов, даже в городе, где он, в Баштин, здесь, у меня много, даже в двух машинах. Нунта была по традиции молдовенещих, но все, и из их традиций, все, все, в реализации. Данцы Мирилы и Миреси, да, сняли в нунта. По-техни не было первое, но это было. Но потом, в бомбе, в бомбе, в бомбе, и Мирилы и Миреаса, они были приглашены в бомбе, но после его музыки, мы танцали, но они, бомбе, в бомбе, ты спалил бомбе, и угроза баффта в всю жизнь. И они угрозали, мы сняли в древней сны, и, если мы сняли в бомбе, то мы в бомбе, и мы сняли в бомбе, и мы сняли в бомбе. продаст. Полгода она говорит, что я плакала. Полгода. Представляете? Я говорю, почему раньше не сказали? Когда я закончил учебу, это было в 90-м году, тогда не было понятных беженцев. Вообще, в Республике Молдова, в Советском Союзе уже был наград распада. Еще только-только формировалась республика. Я находился здесь, у меня молодая жена, у меня маленький ребенок, и не могу возвращаться домой, и не могу легально остаться в Республике Молдова. Национальный паспорт истек, я не мог продлить. И для меня было очень удивительно, когда я был тогда в паспортном столе, и мне в таком ультимативном форме говорили, что в течение трех суток, если я не продлеваю свой национальный паспорт, они могут меня депортировать. А вы представляете, молодой парень, который только закончил учебу, который имеет молодая жена и маленький ребенок, и еще годиками был ребенком, и отправляет меня в страну, где идет война. А вы представляете, через трое суток, когда я возвращался обратно в паспортный стол, я почти был более мертвый, потому что я знал, что грозит мне. И я сказал, что я не могу продлить свой паспорт. Мы хотим для того, чтобы не мешкать плов и не мешкать бамея. Паспортный стол, без карм. Да. Мы добавляем, неоперно, и несколько стафидей. Да, да, ищи, а на студии. Мой сын был в два раза здесь, в первую очередь, в первую очередь. Он пришел с тем, что он пришел в паспортный стол. То есть, у меня закончилась, у меня уже был родственник, у меня уже был родственник, у меня уже в родственнице. И, после того, как я пришел, я пришел с ним. Я пришел даже в Афганистан, там, где-то было очень долго. В начале я был очень энтузиазмат, и это было до того момента, когда я прошел термезу и после 10-20 километри... Да, да, да. После 20 километри, я начал видеть один танк арт, один на стене, на каждое 10-20 километри, патруля опрыла, проверили автобусы, когда я увидел автоматик, что они были очень серьезными, что они были в околочевар, и они были в околочевар, и они были в околочевар... Правда, это был для меня шок, когда первый раз я приехал в Ташкент, что там никто не стреляет. И может до 20-20, до часа ночи можно находиться на улице. А у нас после 8 часов все, все по домам, на улице никого не видят, кроме армии. Вот и здесь, сейчас беженцы, они говорят, что мы счастливы, здесь никто не стреляет. Мы счастливы, что наши дети могут ходить в школу-садик. Понимаете? Но это вы можете ценить, когда вы, не дай Бог, вы будете находиться на их месте. С 99-го года я создал вот эту организацию, под названием «Центр мира целей для беженства». С первого дня мы были партнером представительства ООО «Падалабежи» в Республике Мордова. И официально мы были партнером, и есть до сегодняшнего дня партнеры в «Миграции убежища» с 2003 года. Время, на самом деле, очень круто изменилось. Моя окончательная учеба, это совпало с упадом одного системы и переходом новой системы. Это было очень сложно. Тогда не был агентствован, тогда никто не занимался проблемами убежища. Понимаете, я говорю, сам один на один был с властями, я или, типа, буду депортирован, или я буду находиться легально. А сейчас есть, допустим, «Ми» есть. Часто есть? Думаю, лучше есть «Миграция». «Миграция» 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 «У» «Вау» «Часто есть «О» в росте». «Он завар» «Он ревеста» «О ревеста» «Он ревеста» «Он ревеста» «О» «О» «Мануша» «Мануша» Наша задача, чтобы помочь им, чтобы они хотя бы на каком-то уровне знали государственный язык. Впоследствии, как кто-то говорит в постулате, что вместо рыбы мы хотим давать удочку, чтобы они сами ловили рыбу. Помимо того, мы хотим помочь им, чтобы они знали про культуру и традиции, республики Молдова. Это очень важно. Потому что, да, у нас в Афганистане, в Сирии, в Ираке немножко другая традиция и культура. Но я могу запросить, если я не знаю правила закона республики Молдова, могу быстро попасть в какую-то неприятную ситуацию. Мы стараемся, чтобы помочь им, чтобы они понимали немножко про закон республики Молдова, про культуру, про религию. Мы, допустим, делаем такие мероприятия, как Марсишур, или Пасху, или Рождество, или мусульманские праздники. Проблема, когда отсутствует общение. Когда мы с вами не разговариваем, вы смотрите, может быть, на меня как-то странновато, я на вас странновато, и тем более, еще третий, который будет создавать между нами какие-то конфликты, у нас будет очень большая ссора, да? Нет, давайте вместе организуем мусульманские праздники, вместе организуем христианские праздники. В чем проблема? Требует, что есть консенс, что есть, что есть, какие-то понимания, в различные деменции. Это понятно, что люди, которые приходили в другую культуру, в другую страну, но и религию, они были разные. Но когда мы были молоды, и в временах советских, когда мы встречали, молоды, они очень маленькие уважали внимание на это, и мы не были мы, которые ходили в бисерию, или не думали эти вещи. Но здесь мы имеем и понимаем, абсолютно. Думаю, мы ходим в музеи, в музее. Мы, когда мы ходим в большие праздники, мы ходим в Сфинтон, в Паск, в Пасте, и в другие дни, и мы следуем для того, чтобы исправить им, и позволить им безопасность. Существующие были закрыты, и мы в конце концов, что, мы проведем их религиозные и наших, в общих, и приведем друзей из двух, И, возможно, даже другие, как в нашей стране, кто-то не был. Это не так, что мы говорим о моем и о его религии. Это наш религия. Это правильно. Мы respectаем религии по другим людям. Это важно, кто вы. В чем вы, 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 в чем вы. Это не важно. Я не могу сказать, что я только молдовица, а только афганка. Я чувствую, когда сердце раздается немного, и это то, что у меня есть характер afган. Но, действительно, мне нравится ауру. Мне нравится музика ориентал, мне нравится танцы ориентали. Но я занимаюсь 10 лет с танцами молдовицы. Я всегда была одна и другая. Мы идентификаем в партии Шикучалалта. Мы идентификаем в партии Шикучалалта. Мы идем на это. Алиса Мерчук. Алиса Мерчук. До 2011 года у нас в Молдавии не был зарегистрирован культ ислама. Я как мусульманин, когда ходил на пятничные молитвы, да, правоохранительные органы, они прекрасно знали, кто я такой. Они прекрасно понимали, что я граждан Республики Молдавии, но все равно они привезли мой документ. Поверьте мне, иногда с оскорбительной формы. Они писали данные моих документов, какие-то бумаги. Но меня это немножко оскорбляло. Но в 2011 год уже закон принят, о культ ислама. У нас есть местечко, где мы можем молиться. Да, это чисто, аккуратно, уютно, но это не мечет. Для нас важно, что место есть, никто нам не мешает, мы никого не притесняем. Вот это важно. До этого у нас не было кладбище, а у нас есть кладбище. Но для нас, мусульмане, это очень важно, чтобы мы должны быть отдельно. Ничего лишнего, но должен быть отдельно. Ну, должен соблюдать ритуалы. Слава Богу, у нас это есть. Я цену, уважаю культуру и традиции Республики Молдова. Из-за этого я тоже жду уважения со стороны общества. Но никто мне не говорит, что ты почему мусульман, почему ты ходишь в мечет, почему ты праздник, мусульманский празднич. Если мне никто не говорит, но это уже хорошо. Я очень-очень надеюсь, что я успешный человек. Я успешный человек своей деятельности, потому что я понимаю, какие трудности, какие боли у этих людей есть. что-то делать. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует...